МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить. Главные темы сегодня. Вот и мы тонем в программе народное видео от наших конищевских зрителей. Нелегальная миграция, проблемы и возможные решения. Тема сегодняшнего экспресс-интервью. Лицензию долой. Октябрьский суд аннулировал лицензию фирмы, которая занималась эксплуатацией полигона ядовитых отходов. А теперь обо всем подробнее. Сегодня народные репортеры поддержали традицию нашей программы давать в эфир собственное видеонаблюдение о том, какова она окружающая действительность. Вот сегодняшние планы наводнения. В конечеве в районе остановки школы на Интернациональной. Народ печально стоит на берегу, серечь тротуаре. А потом не менее печально, скорее даже сердито, идет по глубочайшей луже на работу. Материал даем без комментариев. Ну, Европа тонет из-за дождей, а мы, как говорится, чем хуже, ну или лучше. А уж в серьезных странах ливневка наверняка не такая, как у нас. Теперь к другим темам. Сегодня стало известно, что в столице уволено 6 полицейских за бездействие при задержании подозреваемого в педофилии кавказца. Вчера мы показывали кадры, когда подозреваемые попросту лупят в лицо полисмена, помогают горячему парню местные рыночные дамочки, а увесистые коллеги правоохранителя никак не могут удержать дрочливого южанина. Позор, конечно, что и говорить. С другой стороны, попробуй примени даже адекватные меры к выходцу из горных республик. Сразу начнется мутный шабаш про толерантность и притеснение кавказских христиан. Напомню, в минувшую субботу на столичном рынке Матвеевский было совершено нападение на оперативника. Около 20 выходцев из южных регионов пытались отбить у полиции подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Пострадавший оперуполномоченный с тяжелой травмой головы был доставлен в реанимацию. По подозрению в нападение задержаны уроженцы Дагестана. Московское полицейское начальство засуетилось. Проводятся рейды по рынкам. Задержано более тысячи человек. Возбуждено 250 уголовных дел о незаконной миграции. Начальник местного райотдела уволен. Также сегодня стало известно, что префектура Западного административного округа Москвы приняла решение снести к 1 января 2015 года Матвеевский рынок. Другими словами, для того, чтобы начать мероприятие по наведению порядка, надо, чтобы кому-то из силовиков голову проломили. Мы готовим к эфиру специальное интервью о положении дел с так называемой приезжей преступностью и нелегальной миграцией в центре России. Вот фрагмент записи программы, которая готовится к эфиру. Первый момент. Рынки давно уже стали такими анклавами нелегальной миграции и абсолютно бесконтрольными, беззаконными территориями. И удивляет тот факт, что начинают заниматься этой проблемой тогда, когда действительно что-то случается. Проломили полицейскому череп, при этом другие сотрудники спокойно стояли и это наблюдали, что очень-очень странно. Не задержали этого гражданина, задержали его уже только после. И теперь начинается. Теперь уволили начальника РОВД, уволили этих полицейских, проводятся рейды по рынкам в Москве, работает ОМОН. Собянин говорит о том, что необходимо ликвидировать этот рынок, Матвеевский и так далее, и тому подобное. Еще такие же тоже хотят. Да, множество таких же рынков. То есть мы опять возвращаемся к вот этой проблеме, проблеме нелегальной миграции, которая уже костью в горле стоит у всех, но не решается системным образом. К сведению в Рязанском управлении Федеральной службы судебных приставов подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ по освещению деятельности ведомства. В номинации «Лучшая журналистская работа» первое место заняла Олеся Харлина, ведущая программой нашей телекомпании «Вызов принят». Ее репортаж как раз касался выдворения нелегалов из пределов Рязанской области. Вот фрагмент призового репортажа Олеси Харлиной. Это, кстати, один из самых серьезных вопросов. В прямом смысле засоряя кварталы и нередко подвергая опасности местное население, так называемые гастарбайтеры, как кровососущие насекомые, постепенно обескровливают федеральный бюджет, который сначала находит средства, чтобы принять их в общество, а затем оплачивает билет на родину, да еще и с каким эскортом. Привези, проводи, передай в руки пограничникам, убедись, что доехали. Чем ближе расстояние, вы знаете, так сказать, стратегию авиационных компаний, естественно. Вот самое дешевое у нас, это, по-моему, 10 тысяч, он где-то идет. Ну вот представьте, мы припроводили уже в этом году до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации 50 лиц. Вот если очень скромно умножить на 10, нарисовать еще много, то получается сумма. И, кстати, ни одна диаспора до сих пор еще не взяла на себя подобные материальные расходы, несмотря на ряд громких заявлений. Лишь единицы за свой счет или за счет соратников добровольно покидают Россию. Далее о предстоящих фестивалях и торжествах. В Рязани грядет воздушный праздник «Неба России-2013». Это традиционный международный семинар, на котором будет определен состав сборной России по воздухоплавательному спорту. «Неба России-2013», по словам организаторов фестиваля, станет масштабным и представительным выступлением воздухоплавателей со всей страны. В Рязань прибудет около 30 команд. Также представители спортивной дирекции турнира сообщили, что в этом году впервые пройдут соревнования аэромоделей. Полеты будут длиться утренние не менее часа. Постараемся, если позволят погодные условия, а они предварительно позволят, то, что часть полетов будет проходить над городом. В вечернее время будут задействованы летные поля у поселка Шумыш и поле скошенное у Овской жемчужины. Соответственно, туда мы ожидаем основной наплыв гостей и зрителей, и наплыв аэростатов. Рязанские воздухоплаватели надеются на благоприятные для выступлений прогнозы погоды. Уже в конце недели, как обещают синоптики, обильные дожди закончатся. И участники фестиваля смогут поднять в воздух свои аэростаты. Общественность и местные власти продолжают сражаться с полигоном ядовитых отходов, который до недавнего времени процветал в Турлатве. Написано и сказано об этом было много. Теперь вот, наконец, грянуло судебное решение. Лицензии фирмы, которая эксплуатировала полигон, аннулировано. 16 июля 2013 года решением Октябрьского районного суда города Рязани исковые требования прокурора Октябрьского района города Рязани к ООО «Вест» удовлетворены. Суд решил аннулировать лицензию от 24 апреля 2009 года на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, предоставленную ООО «Вест». В настоящее время решение не вступило в законную силу и, может быть, обжаловано в апреляционном порядке. Далее известие для молодых родителей. Сайт Рязанской городской администрации разместил информацию о комплектовании детсадовских групп. На этот учебный год в большинстве садов групп уже скомплектованы. В них направлено 4750 малышей. Также в ближайшее время будут открыты дополнительные группы и новый детский сад. Проблема с местами в детских садах по-прежнему стоит перед родителями малышей довольно остро. В большинстве детсадов на будущий год группы уже сформированы. Об этом сообщил накануне начальник управления образования администрации Рязани Виталий Ерёмкин. Также он добавил, что в некоторых дошкольных заведениях будут открыты дополнительные группы. Группы, которые будут открываться еще раз повторяю, в 2014-2015 году будут открыты только со 2 сентября. Опять же, традиционно понедельник запись жителей Советского района, вторник – Железнодорожный район, среда – Октябрьский и четверг – Московский район. Что касается платы за детские сады, то с 1 сентября данная плата не изменится. И, как и в прошлом году, будет составлять 1296 рублей. И еще хорошо рязанским силовикам не забывать и о безопасности детсадов. Вот, например, недавно отремонтированный 119-й. Мы находимся у детского сада номер 119. Сейчас мы попробуем зайти внутрь на территорию. Впрочем, у нас не получилось. Оказались двери заперты изнутри. У других ворот нас встретил охранник. Он объяснил, что после реконструкции работники детсада не оставляют детей без присмотра. То есть, когда дети на прогулке, охранник тоже с ними вместе, да? То есть, в принципе, ничего не может произойти, да? Вот так. Ну, с точки зрения безопасности нас, конечно, очень сильно интересует. У другого детсада на улице 26 бакинских комиссаров со стороны дороги дверь заперта наглухо, не пройти. Однако другие ворота оказались не запертыми. Массивная цепь накинута на решетку лишь для вида. Получается, заходи, кто хочешь. Таким образом, работникам полиции необходимо устраивать проверки детсадов не только после вопиющих инцидентов, но и постоянно. В завершении программы объявление от наших сетевых партнеров. Телеканал «Перец» ищет авторов-исполнителей в Рязани. Самые талантливые певцы будут творчески состязаться за право представлять Рязань на шоу в столице. Отборочный концерт пройдет в эту субботу в Рязанском дворце молодежи. На сегодня все. Хорошего вам вечера и до встречи завтра, как обычно, в эфире программы «Время говорить». Удачи! Редактор субтитров А.Семкин